Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Муж сказал, что чувства остыли ко мне, но о разводе речи не вел и решил жить как соседи. Я чувствую себя в ужасном состоянии, подавленный, самооценка ниже плинтуса меня уничтожила. Брака мне почти 5 лет, в последнее время было постоянно обесценивание меня, оскорбление и унижение. В постели было все нормально, но в последний раз он меня убил, как будто бы, здесь непонятно. Он постоянно будто меня уговаривал на постели, а я уставал со мной с детьми и уже ничего не хотел, да и в душе было много обиды на него. Чувствую вину за собой, что не сохранило отношения и мало уделяло времени ему, но я понимаю, что сохранять уже нечего. В интимном плане всегда хотел меня, но я часто говорил и устал, хочу спать, ему это надоело, сказал, что пришёл в то состояние, когда у него долго не было, и он уже это принял, и организм попривык жить без этого. Собственно, а в чём ваш вопрос, аноним? Ну, если вы хотите развестись с вашим мужем, мы поможем пережить развод. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, поможем сделать это. Вы говорите, что он, ваш муж, сказал, что чувства остыли, и вы чувствуете себя в ужасном состоянии, подавленной, если она настолько ниже Плинтуса меня уничтожила. Вот аноним. Вот я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что это неправильно, вот, что вы не должны себя так чувствовать, да? Нет, я об этом сейчас ни в коем случае не говорю, но я хотел бы всё равно задать вам вопрос, как то, что сказал вам ваш муж про свои чувства к вам, уничтожила вас? Ну, то есть, буквально. Каким образом? За счёт чего? Ну, вот вы сами говорите, что он вас оскорблял. Вы сами говорите, что он как-то вот унижал вас, обесценивал вас, да? Да. И когда это пришло к логическому завершению, в данном случае, вас это уничтожило. А на что вы надеялись? Как это должно было разрешиться? Ну, буквально. 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 Каким образом это должно было преобразоваться во что-то, ну, другое, да? Во что-то более конструктивное. То есть, наверное, вы ждали, что отношение мужа к вам изменится. Вот. А каким образом? То есть, вы говорите так, как будто бы вы не ожидали того, что произошло. То есть, вы не ожидали, как будто бы, что ваш муж скажет вот эти слова. А скажите, пожалуйста, тогда, если вы не ожидали, что ваш муж эти слова скажет, к чему тогда должны были привести его оскорбления, унижения, обесценивания вас. Вот к чему обычно приводят такие вещи, как вы думаете, ну, сами. Вот. Я просто хотел бы, ну, понять, хотел бы понять, как это для вас работает. Работает. Ну, буквально. То есть, как буквально вы это видите. Как это видит он, да? Как это видит он со своей позиции, ну, мы как-то вот плюс-минус понимаем. Исходя из ваших слов, да, исходя из того, что вы нам говорите, мы это понимаем. А как понимаете это вы? Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, что у вас на него обида. Вот. Ну, было много. Много вы говорите обид у вас на него. Вот. Собственно, это вы называете одной из причин, одной из причин, по которой, по которым вы не стремились с ним, собственно, к близости. Обычно, когда человек обижается, да, он хочет, ну, как-то вот, держаться, ну, на расстоянии. То есть, он хочет, чтобы человек, который является источником обиды, был подальше. Вот. Вот. А вы же говорите о том, что вас вот его, значит, ну, вот его такое высказывание, да, вас оно расставило, да, вас оно как-то вот очень сильно расстроило и так далее, вы говорите. А как это тогда соотносится с обидой вашей? То есть, вы обижаетесь, как бы, ну, надеясь на то, что мужчин, ну, что ваш муж как-то вот себя будет вести по-другому, да, то есть, вы обижаетесь, надеясь на то, что он исправится, что он изменится. Так, как, так это работает или как? Так, я просто хотел бы вот, ну, понять этот момент, да, вот, понять его и чтобы вы, ну, может быть, как-то вот чётче его сформулировали. Вот. А дальше, дальше. Вы говорите о том, что у вас есть чувство вины, что вы не сохранили отношения. Отдаёте ли вы себе отчёт здесь в том, что пытаться сохранить отношения не означает улучшать реальные отношения с человеком? То есть, в отношениях, на что вы нацелены и какая ваша потребность, ну, какие ваши потребности, как они представлены для вас в том, когда вы хотите именно сохранить отношения. И какие потребности, когда вы просто нацелены на самого человека, вот. То есть, ну, просто, когда вы, вот, чувствуете интерес к человеку в целом. Вот. Вот. Вот, вот, когда вы говорите о том, что хотели быть, ну, что у вас чувство вины, что вы не сохранили отношения. Какую потребность вашу здесь мы видим? Ну, по сути. Что это за потребность, которую мы видим здесь? Можно ли эту потребность как-то назвать? Например. И не потому ли вы обвиняете себя и чувствуете вину, потому что теперь эта потребность осталась нереализованной. Допустим, это действительно так. Ну, допустим, вот, действительно, да, какая-либо потребность у вас осталась нереализованной теперь после того, как муж вам сказал то, что он сказал. Но вы описываете свою жизнь с ним, где вы устаете, где он вас все время уговаривает на постель, вот. Вы описываете свою жизнь с ним как не самый лучший. Счастливая жизнь. Мягко говоря. Мягко говоря. Мягко говоря. Мягко говоря. И у меня поэтому вопрос к вам. А какую потребность, например. Вы реализовывали и удовлетворяли вот все это время, чего вы лишитесь по вашему мнению сейчас после того, как он нам сказал об этом. Не могло ли получиться так, что вы давно уже не удовлетворены, давно не удовлетворены, но живете в иллюзии. В иллюзии того, что вы что-то для себя получаете. Вот. Понимаете? Какой. 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 Какой момент. Здесь. Поэтому я вот как раз хотел бы вас об этом спросить. Раз вы не выдаёте свой вопрос, да, раз вы не ставите, получается, никакой задачи перед психологами, раз вы как-то вот не формируете эту задачу перед психологами. Вот. То я должен вас спросить вот именно об этом. Вот. Как вы для себя вот это все понимаете и как вы для себя вот эти все вещи унифицируете. То есть приводите к общему знаменателю. Вот. Вот. Это то, что мне хотелось бы, наверное, как-то раскрыть. И это то, что я вижу на данный момент как решение вашей проблемы. то есть приведение вашей позиции, приведение вашей вот, ну грубо говоря, ну ваших взглядов, да. Вот. А к какому-то единому, к единой какой-то точке зрения. Для того, чтобы лучше понимать, что вам нужно, чего вы хотите. Вот. Потому что есть ощущение, что выводы истории довольно пассивно получается, как-бы страна. То есть вот, вы пишете, муж решил жить как соседя. Ну хорошо, муж решил. А что решили вы? Что решаете вы? Вы же, вы же тоже страна. Вы же тоже участник. 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 Активный участник, да. Отношений. Что вы-то решили. А вот есть такое ощущение, да, что ничего. Ну вот. Вот вы говорите, что вы устали, ну устаете с детьми, да, там. И так далее. Говорили ли вы мужу об этом? Ну, скорее всего говорили. Как? Вот то есть вот, вот буквально. Буквально, как вы ему об этом говорили? Буквально. Как вы это обсуждали? Что вот вы устали, да? Вот. Буквально, какие термины, какие-то словарные, словесные обороты вы использовали? Вот. Для того, чтобы, ну, выразить, выразить вот, эм, свою, эм, ну, позицию. Так, так, так сказать. Вот. А, использовали ли вы конструктивные, эм, ну, модели. Или вы использовали негативные, нападающие формы выражения своих чувств. Вот. 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 Очень бы хотелось, очень бы хотелось, вот это разобрать. Потому что это все напрямую касается того, как вы организовываете отношения с мужчиной, ну, вот. И даже если у вас отношения с вашим мужем все-таки завершатся, чтобы вы в других отношениях, да, которые у вас будут, чтобы вы не повторили той же ошибки. Вот. Вот. Чтобы вы не делали, не делали, эм, тех же ошибок. Вот. А сейчас есть ощущение, да, что вы будете делать те же ошибки. Вот. А, ну, понятно, что вам сейчас больно. А, понятно, что вам сейчас, ээээ, тяжело. Понятно, что вы сейчас находитесь, ээээ, ну, ээээ, ну, так скажем, в раздрае. да, вот, и это нормально, и вот помочь вам прошить это состояние, чтобы оно на нас не влияло, не влияло, чтобы оно на, скажем, ну скажем так, на вашу поведенческую мобиль, например, чтобы не происходило, например, дальнейшего усугубления, ну, усугубления взаимоотношений с мужем, ну вот, вот в этом смысле вам нужен психолог как раз, который поможет вам в этой ситуации ориентироваться, вот, который поможет вам в этой ситуации разобраться, где ваши интересы, где интересы, интересы, там, вашего мужа и так далее, где вы, где он, вот, понятно, да, я надеюсь, о чем здесь речь, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи!